Я сказал отдайте от Гелсабури Мбачи и он положил их в конверте и написал на них, кому эти конверты следует передать. И затем восьмой кармапа, кармапа Микио Дорджи. Восьмой кармапа Микио Дорджи. Восьмой кармапа Микио Дорджи. Место рождения восьмого кармапа Микио Дорджи. Я говорю об этом на самом деле перед тем, как я буду вам объяснять о месте рождения восьмого кармапы Микио Дорджи, хорошо было бы, если бы я вам рассказал также о датах жизни и местах рождения всех предыдущих семи кармап. Но у меня не было времени подготовить это. завтра выходной, так что завтра я смогу подготовиться и рассказать вам. Так что сейчас я хочу рассказать то, что касается места рождения восьмого кармапы. Говорится, что он родился в регионе под названием Верхний Докам, возле монастырского центра под названием Монастырь Карма. И это был район, где родился шестой кармапа Тонгва Донден. И Долина называлась… И его отца звали Джампо, а его маму звали… Маму звали Донг Салам Аджон. И есть некоторые противоречия, как звали отца Микио Дорджи. Некоторые говорят, что его звали Сержа Чадролва Джампо. А другие говорится, что его звали Аджон в автобиографическом произведении Микио Дорджи под названием «Воспоминания о прошлых деяниях Микио Дорджи». Он говорит, что его отца звали Сержа Чадролва Джампо Аджонин, кто получил учение Махамудры от седьмого Карма по Чадролва Джампо. Но возможно, что он был его биологическим сыном, тогда как тот человек, кто вырастил его, то есть тот, кто действительно сыграл роль его учителя, его звали Аджон. И он родился на 10-й день 12-го лунного месяца. И говорится, что в момент его рождения было много сферических кругов света, которые опустились на крышу его дома. И так же звучали звуки, и казалось, что как будто бы внутри дома светит солнце. То есть, возможно, это то время, когда Микио Дорджи вошел в очрево своей матери. Это то, что рассказывали его родители. То есть, нельзя определить точно момент его зачатия, но говорится, что когда он вошел в очрево своей матери, у нее много, очень много видений. Возможно, нет необходимости рассказывать о всех них. Но приведя пример, когда он вошел в очрево своей матери, у нее было… Она видела сон, что перед ее домом большая гора и перед этой… У подножия этой горы большая долина. Вся она покрыта цветами, разноцветными цветами. И посередине этой красивой долины стоит большая палатка. И внутри нее очень много статуй, священных текстов, бесконечное количество различных подношений, а также… Так же, что внутри палатки и снаружи палатки много… Идет дождь из ступ и радуг, и что там находится много юношей и девушек. Они все украшены различными. Они все убраны в украшения и держат в руках разные музыкальные инструменты, такие как цимбалы и так далее. И они танцуют. И тогда мать Микедорджи также присоединилась к ним в танце. И среди всех этих подношений, которые наполняли палатку, находилась золотая бажра. И она взяла ее в руки. И при этом она увидела другую женщину, у которой были длинные роскошные черные волосы. И она держала в руках очень красивую белую раковину. И затем мать взяла эту белую раковину в руки и подула в нее. И звук, который она сделала, был очень красивым, очень громким, очень длинным. И также в этой палатке на хане находился трон. А на этом троне она увидела монахов. И этот монах сказал, все в Индии и в Тибете, все в этом мире слышали звук этой раковины, когда ты на ней играла. И во вне этой палатки собралось много людей. И тогда она увидела, что отец Саджам держал в руках колесо мани. И все люди при этом пели о мани падмахум, о мани мантру, и были исполнены радостью. А затем монах, который сидел на троне, дал матери четки. И узлы на этих четках были из ракушек. И он сказал ей, читай мани мантру на этих четках. И в тот же момент все присоединились к ней в начитывании произнесения мантры о мани падмахум. И раздавался звук, звучание этой мантры. И в тот момент она проснулась. И когда она проснулась, у нее все еще сохранялось чувство, что эти четки были все еще у нее в руке. И оказалось, что она все еще может слышать звук того, как все собравшиеся вокруг люди читали шестислаговую мантру о мани падмахум. И также она чувствовала, что все ее тело было наполнено радостным чувством, чувством удовольствия. И она испытывала великую радость. И говорится, что также она видела и другие подобные удивительные сны. И говорится о том, что когда большая часть кормоп, большинство кормоп, когда они рождались, то у людей были многие различные удивительные переживания. Например, люди находили белые раковины, играли на белых раковинах. То есть такое знамение очень часто встречается при рождении кормоп. При рождении большинства кормоп люди имели такие видения. И поэтому мне кажется, что это особый знак, знак рождения кормопы. То есть если люди в каком-то семье имеют такое видение, что они играют на белых раковинах, то это знак того, что кормоп предает рождение в этом доме. И также этот промежуток времени, как кормоп входит в чрево матери, и до момента его рождения, то всюду звучит шестислаговая мантра. И также и в этом случае, когда пока мать носила седьмого, восьмого корма по Микю Доржи, то многие слышали звук, звучание шестислаговой мантры. Также они видели, что из его дома исходят лучи света, он как бы весь наполнен светом, и даже как будто бы дом был охвачен пламенем огня. Но я не знаю, как это правильно интерпретировать, поскольку слово, которое используется для этого на тибетском, это то, когда что-то горит, это старый диалект, то есть горение свечения. Например, когда мы подносим сур, жженую пищу. Или, например, когда мы собираем много травы, связываемые вместе, и поджигаем ее, то именно это слово мы употребляем, как будто бы все было объято пламенем. И также говорится, что однажды мама восьмого корма по отправилась в лес собирать трава, и она чувствовала себя уставшей, и она присела отдохнуть. И тогда раздался голос, не сиди здесь, продолжай идти, скоро начнется град. Был очень тоненький голос, который рассказал это, и тогда мама немного заволновалась. Она подумала, кто это говорит, может быть, это моя покойная сестра, кто переродилась духом и теперь говорит об этом. И рядом с ней был кто-то еще, и она отвечала, что ты сказала мне. А она ответила, я ничего не говорила, но я слышу какой-то голос, и меня это пугает. И тогда они быстро вернулись домой, и как только они вернулись, как только они зашли в дом, началась очень большая буря с градом. Вот такая еще есть история. И еще одна. Однажды в послеобеденное время мама услышала очень явный звук мани-падмахум, который сходил из ее живота, из ее трубы. И с ней была другая монахиня, которая также слышала этот звук. И есть еще одна история про то, как в какой-то день мать и отец ссорились, поссорились о чем-то, и отец взял ручку от кастрюли и ударил ей мать и свою жену. И тогда раздался голос, тонкий голос, который сказал, зачем ты это делаешь, не бей нас, мы тебе ничего не сделали. И все слышали этот голос. Обычно в том, что касается, когда у обычных людей, когда младенец находится в утробе, то понятно, что такой младенец не может говорить. Но, тем не менее, говорится, что этот младенец в утробе мог говорить. Поэтому все считали, что он был в воплощении эманации. И еще одна история говорит о том, что однажды отец возвращался с поля, где собирали урожай. И говорится, что это было не как видение, как будто на самом деле это происходило, что он оказался в среде людей и вьючных животных. И там был один молодой юноша, который... Там был один мул, который нес на себе... Там был один молодой мул, который нес коробку. И так же его вел за собой человек. Когда он открыл эту коробку, то в ней была черная корона, из которой начали исходить лучи радужного света. И он сказал, я даю ее тебе. И он говорит, я не знаю, что происходило, но только я протянул рукой и дотронулся до нее, все исчезло. И они не знали, что происходит. Они думали, что это какие-то проделки духов. И они поэтому начали проводить ритуалы для отбрасывания духов и так далее, ритуалы. Еще есть история о... Годе рождения Микки Доржи. О том дне, когда он родился. Говорится, что он родился в четвертый день 11-го месяца года Огненного Зайца. Думаю, что это год 1507-й. И говорится, что он родился очень легко. То есть его мать не испытала никаких страданий при этом. И когда он родился, он сел, и он так выдержал лицо, протер его, и затем зевнул. И сказал не очень ясно, я Кармапа, я Кармапа. То есть он повторил это два или три раза. И в то время, в тот день, когда он родился, небо было наполнено радугами. С неба шел цветочный дождь. Везде был очень приятный запах. И особенности, из-за крыши их дома в небо поднималась радужная колонна до самого неба. И также его мать Блаку Хало на протяжении многих дней. И в тот день, когда родился Мик Ю-Доржи, император Чанг Де, которого также называют императором Динг Де, император династии Минг, в этот день была церемония его коронации. То есть его коронация была в тот самый день, когда родился Мик Ю-Доржи. И император услышал о нем, и он услышал, что этот ребенок сказал, я перерождение Кармапа. И он узнал об этом. И тогда он отправил посланников с золотым письмом, которым Мик Ю-Доржи приглашал. Он приглашал Мик Ю-Доржи в Китай. И я подробно расскажу об этом в другой день. Это интересно, поскольку таких сведений нет в тибетских источниках, но об этом много сказано в китайских источниках. Поэтому я вам расскажу об этом в другой день. И в автобиографии Мик Ю-Доржи говорится, воспоминания о прошлом деянии Мик Ю-Доржи говорится, поскольку я произнес ом-мани-бад-маху, кармапа-карма, и люди, которые собрались там, они сказали, что этот ребенок является перерождением всеведущего кармапа Чудряка Гемцу. И когда он родился, когда Мик Ю-Доржи родился, много людей из всякого приглашения пришли издалека, чтобы встретиться с ним. И распространялся очень много слухов о том, что кармапа родился в районе Момни, и слухи об этом распространились естественным образом. И затем тринадцатый день того же месяца, когда он родился, Сидуба Ташипа Джор, приехал в этот район, в это место, и отец пошел с ним встретиться. Сидуба, я сказал вам, «О, господин, у меня в семье родился удивительный ребенок. Сам ребенок говорит, что он перерождение кармапа. Он говорит это сам. Кто это? Что это?» И тогда Сидуба открыл письмо предсказания из предыдущего кармапа, посмотрел на него и начал задавать отцу вопросы в соответствии с этим письмом. Он спросил, «Какие имена родителей? Как зовут родителей?» «Есть ли на крыше дома кипарисное дерево? Есть ли источник возле него? Сидуба, обращен ли дом в восточную сторону?» И отец ответил, что «Меня зовут Аджам, а мою жену зовут Лама Джун, и есть кипарисное дерево на крыше, и есть источник неподалеку, и наш дом обращен на восток». Но Сидуба, сказал он, «Ваши имена не такие, как сказано в предсказании, а все остальные знаки совпадают. В письме говорится, что отца должно звать Джампа, а мать должны звать Лама Цуи. А ваши имена не такие». Как я уже говорил, есть дебаты, диспуты о том, как на самом деле звали отца. Некоторые говорят, что отца звали Сыр Рыжа Чедралба Джампа. А еще нет. А другие говорят, что отца звали Аджам. И у них в обоих в середине имени есть этот слог Джамп. Аджамп, Джампа. То есть, но имена не соответствуют на 100%. И поэтому, мне кажется, что именно поэтому Сидуба сказал, что именно отца было другим. Говорится, что в год, когда он родился, для его жизни были препятствия. И поэтому Сидуба ответил, что необходимо сохранять в тайне до третьего месяца Годок Дракона. И при этом Сидуба дал ему восставление, совет, а также дал ему религию, материю, масло, чай. Благовоний сказал, я даю тебе все эти подарки, да и положи реликвию в устам младенца и наблюдай за знаками. Если это толку, то появится знак. Если появится знак, то вернись завтра. Возможно, что он скажет что-то вечером. То есть, если он что-то скажет вечером, возвращайся и расскажи мне, что он скажет. И отец сделал так, как объяснил Сидуба. Он зажег благовоние, положил реликвию в пустом младенце и сказал, если ты перерождение кормопы, Сидуба сказал, дай тебе это. дай тебе это. Но на толку ответил, я могу идти. Не сомневайся обо мне. Меня зовут Кармопа. Все эти подарки немного поздно прибыли. и он еще произнес какие-то стихи, эстрофы, но говорится, что отец не помнил о них. И тогда Сидуба отправил благодетеля под названием Цукье, чтобы он исследовал эту ватуру перерождение. И говорится, что при этом присутствовало много людей и Дуку произнес шестислаговую мантру Мани Падмахум в семь раз. И это место очень близко от монастыря под названием Гонг Саган. И на самом деле этот монастырь был основан выходцем из Кармакагио. Но в то время он прибыл в руках Гилук. Но тогда монахи сказали в монастыре сказали мы не принадлежим Гилук, мы принадлежим Кармабе. Поэтому завтра давайте подготовим чай, масло, все соберемся и пойдем в то место, где родился сын Дали. Дали это другое имя отца восьмого Кармабы и посмотрим где он родился. И тогда когда они пришли Туку с большим радостью произнес Манни мантру санскритские гласные согласные Али Кали и много другое и тогда все подумали о это удивительно владенец может говорить и они приняли прибежище и зародили веру. и так же говорится что у младенца у него были два маленьких зуба размеры с горчичные зерна и отец прикоснулся к ним и сказал о у тебя эти новые выросшие зубы зачем они тебе это зубы монстры для того чтобы кушать своих братьев и сестер и он сказал так и тогда в ту же ночь эти два зуба исчезли и говорится что это было очень плохое 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 знак поскольку говорится что с тех пор у него несколько завернут язык либо язык не был таким подвижным и у него были проблемы с речью или вкратце главное в том что с момента рождения только он прецитировал стихи и прозу он распознавал монахов и других людей своей прошлой жизни рассказывал истории о тех людях которых он никогда не встречал в этой жизни произносил мантры включая мани-мантры сидел со скорейшными ногами и так далее и благодаря всем этим всем этим проявлениям тела речи ума многие люди были удивлены восхищены но сейчас у меня нет времени рассказывать о всех них многие люди считали что нет никаких сомнений потому что он кормовал в том богатом монастыре это было несколько богатых монастырей рево че рево че гео джунг пулан и скоро его пригласили в рево че рево че и пулан 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 это 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 резиденция токлунга рево че и в рево че в монастыре рево че привел мастер чиктэн вангчук и он он был очень добр кмикью дожжи и он заботился о нем он даровал им воде что дзиду так он проявил свою заботу о нем и в тот момент также появились еще другие токлунга в восточном и забавном направлении и тогда чиктэн вангчук он без сомнений поддержал кармапу восточную току то есть кармапа был восточную току а еще был другую току на западе и чиктэн вангчук поддержал восточную току то есть кармапу Миквидорджи и в автобиографии Миквидорджи в воспоминании о прошлых деяниях говорится что чиктэн вангчук был немного неопузданным и он управлял много неопузданных деяний и так же он не зародил очень сильно веры в Миквидорджи он просто сказал ой я принимаю прибежище в тебе но затем он видел сон что он заходит в дом многоэтажный дом и джиктэн ванчук был на верхнем этаже и посредине был цветок лотоса и на сидении из луны на нем посидел о Валакетешваре и тогда это был сон который видел Миквидорджи он увидел Ривачи Джиктэн ванчука как о Валакетешваре в этом доме на верхнем этаже и он сказал что на самом деле Ривачи Джиктэн ванчук я верю в него как о Валакетешваре несмотря на то что он был неопузданным воином с соседями и так далее то есть так он зародил в него веру и Миквидорджи видел такой сон и тогда он понял что это тот кто может о нем заботится и так Джиктэн Валакетешваре он проанализировался событие рождения Миквидорджи и пришел к заключению что нет никакого сомнения что это есть Кармапа и сказал всем не сомневайтесь это есть Кармапа и и и и он представил так же маму и толку всем собравшимся ему тогда толку тогда было 9 месяцев и и затем на протяжении нескольких лет толку переносили из одного перевозили из одного великого монастыря то есть он посетил монастырь Зонгсар Улунг Рио Че обвал обвал всех них то есть его туда-сюда перевозили я бы мог вам много рассказать историй об этом но возможно вас это утомит поэтому сейчас наверное давайте сделаем перерыв и затем когда мы снова вернемся я хотел бы я бы немного рассказать немного о споре о признании толку этих двух толку поскольку там был один толку на востоке кормопой толку на западе я немного расскажу об этом после перерыва и так сейчас перерыв полчаса перерыв и так